здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал рассказ казака коржа раньше мы были казарами вообще-то не собирался этот ролик записывать ну знаете задолбали такие диванные историки которые в жизни не прочитали в своей ни одной книжки а все свои умозаключения берут из роликов черт его знает откуда взятых значит по поводу казаков и казачества вот значит пришел мне вот такой вот комментарий вот что он пишет вот купцов ссылается на источники какие-то данные а ты просто вытягиваешь из носа соплю и даешь ей субъективную характеристику я вам напоминаю что значит вывел купцов и какую соплю он из своего носа вытянул значит купцов утверждает что все казаки это хазары то есть евреи он нас к этому делу приплетает почему-то он не вспомнил этот самый купцов то что академик лесов раскопал эти курган и взял днк на анализ и никакого отношения эти самые хазары к евреям не имеют понимаете да днк генеалогия ее никак не обманешь это наука вот значит я вам и решил зачитать это интересное эту интересную книжечку рекомендую вам почитать ее чтобы вы поняли кто такие хазары а точнее к зары вот что здесь значит пишется вот такая вот книга устное повествование бывшего запорожца жителя екатеринславской губернии и уезда селения михайловки никите никиты леонтьевича коржа прочитайте очень значит интересная книжка вот тут вот читайте она маленькая время у вас много не займет 116 всего лишь вот тут страниц шрифт большой поэтому читается легко на одном дыхании интересно вот тут вот моменты есть он описывает в этой книге значит как значит помещики отобрали землю у его новорода писал он значит письмо куда-то там в москву значит мурыжили мурыжили решил он сам поехать поехал и добился своего значит отбил он свою землю и все нормально то есть ребята тот кто воюет тот значит и победитель так ну я хотел зачитать интересный момент который нашей темы касается сейчас вот дойду на 11 странице вот он тут пишет значит о начале селения михайловки откуда пошла кто жил откуда вот он родом дедов здесь своих описывает читайте интересно очень может что-то новенькое найдете для себя откроете а может быть для нас что-то то что я не заметил увидите присылайте свои находки так сейчас подождите секундочку вот приехали читаю о запорожской сечи когда именно из каких времен запорожье восприяла свое начало о том достоверно сказать не могу утвердить не могу но когда мои предки зашли на жительство в сию украину то в те поры он и уже существовала и по устному их преданию через прадеда деда и отца моего дошло и дамы до меня сведения что он и запорожцы в древние времена назывались казарами по елику их главное жительство было над днепром пониже порогов то и названы уже после того через гетмана хмельницкого с запорожцами и хотя они жили под державу российскую во времена блаженной памяти петра великого но относились а всеми делами свои до хмельницкого а россия до распоряжения их дела никакого не имела вот такое вот интересное свидетельство так что ребята те хазары которые сами знаете же 2 приняли на себя это название вот к этим казаром не имеют никакого отношения об этом свидетельствует академик клёсов спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документах читайте на здоровье до свидания